Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Дочка, я так понимаю, 2 годика, 11 месяцев, пришла из садика, и у нас такой диалог. Что-то случилось, что-то случилось, мне обидно, мальчики меня ударили. Больно, сказала воспитателю. Обидно сказала. Она сказала, она ответила, что так нельзя. Почему ударили? Я отобрал у них игрушку, а чья игрушка? Мальчиков. Что стоит сказать ребенку? Понятно, что не смеяться, но и сказать, что сама виновата. Виновата тоже не очень вариант, как подержать и объяснить, что она не права. Ну, смотрите. Во-первых, я думаю дать пофантазировать ребенку на тему того, как вообще эта ситуация могла бы выглядеть. Да, то есть, как по ее мнению должно было быть, было бы самым правильным решением здесь. Вот. И спросить о мотивации ребенка. Почему она выбрала вот именно такое поведение? Почему она выбрала именно вот это, как она пришла к тому, что вот отобрать игрушку у мальчика. Вот. И дальше выразить свое отношение, да, сказать, что, ну, вот, как вы относитесь к тому, что она так сделала. Вообще, мне думается, что тот факт, что ребенок отобрал чужую игрушку, говорит о том, что она пребывает в неком состоянии дефицита. У нее есть состояние дефицита. Вот. Вот. И, вероятно, есть чувство. Чувство обделенности. Вот. Либо, наоборот, вседозволенности. И, соответственно, можно здесь говорить о том, что либо у вас идет контроль тотальный ребенка. Ну, какой-то такой, может быть, не тотальный, но какой-то контроль, то есть ограничение, которых ребенок не понимает. Вот. Либо, наоборот, вы балуете ребенка, и она не чувствует личных границ. Вот. То есть не различает ребенок, где он, где другой. Вот. То есть в этот момент как-то вы упустили. Вот. Соответственно, нужно сделать анализ отношений в семье, чтобы понять, где проблема, скорректировать это. И я думаю, что ситуация выровняется. Напротив, если ничего не делать или если просто поддержать или что-то объяснять, мне кажется, что проблему это не решит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. В слов самого доброго. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...